ну добрый день добрый день у вас сильно свет светит с левой стороны уберите его в белое пятно просто вот это да да закройте там шторку так видно но сейчас получше еще больше закройте тогда лучше будет видно сейчас я попробую может это самое так вы можете свой свет за включить электрический а там закрыть так там за летал шторку надо было закрыть слева она сильно вас засвечивает от меня только слева как раз окно как вот капель а шторки то нету там добавишь я зазернулся на светло ярко так но ярко я попробую такая не перенастроить не я вверх как-то игнари технич скайп появился вот только второй день сколько лет уже сижу в интернете а я им не умею пользоваться попросил парня вместо вы час провозил поставил чтобы хотя бы так вот общаться хорошее дело николай у нас все записывается выставляется в интернет вы не против если только если хорошая получится это самая беседа то не против конечно никаких условий только да или нет если вы против разговор закончен я мне это не надо мы не таимся мы открыто говорим только задали вопрос отмечают а я а на ваше усмотрение все конечно все если вы посчитаете что хорошо я вас слушаю мы же говорим о хорошем нам таиться не надо у меня такое в общем то вопрос вот сейчас 21 собирается мая привести больше это стал этот митрополит ларион алфеев что это впервые вот эту сети в интернете я вас тоже в друзьях в этой вконтакте нахожусь я вам я вам писал и вот там значит поднялся вопрос о мощах что впервые привозится я не согласен я значит а считаю что это залож потому что у нас уже мощи привозились даже мощи были в горнолтайске по селам возили и от еще в 90-х годах в конце 90-х годах уже привозили и поэтому впервые слова впервые я полностью отрицаю и и вот поэтому считаю что все таки это для того чтобы все таки как-то нас сблизить с попизмом да вот и самую лучшую тему тему я и кураева слушаю вас лучше всех тему все таки эту раскрываете именно вы и он даже было одну лекцию читал он даже был удивлен что ты значит лапкин игнатий тихоныч раскрыл эту тему о мощах о почитании о том что как в общем и вот это вот лучше всех раскрыли вы вот поэтому я вот решил с вами именно побеседовать на эту тему ну в первую очередь мощи а мощах то говорить то надо так как говорит там священное писание а не то что я отошел и забыли вот если мы конечно искренне верим то нам легко тогда разговаривать будет я так надеюсь я знаю что вы крепко верите и слово божье у вас имеет авторитет а по авторитет вот почему потому что евангелие от иоанна 12 48 написано 12 это глава 48 стих написано я вас не сужу говорит господь слово которое я говорю она будет судить вас последний день я эти слова когда прочитал 54 года назад я понял все остальное на суде божьем не на первом месте будет стоять а именно вот это если меня здесь в этом суде будут сидеть по российскому законодательству законодательство это уголовный гражданский кодекс мне надо знать не как в индии судит и в китае а как здесь и правила дороже мне надо знать в этой стране в этой они как в египте там без правил ездят и так и здесь меня интересует не суд личку людской а суд божий а он сказал через слово мое а слова его божье слово а у него три названия священное писание и святая библия а ее издают до революции все на дальний перевод сегодня считают лучше в мире и зарубежная церковь его издавала и все патриархи и пимен издавал и охота своими оставить на святом слове это и хорошо и при кирилле уже вышло так мы обращаемся к абсолютно точному источнику слова от бога всевышнего и перед ним до молчит всякая тварь написано слушайте небеса и внимая земля ибо господь говорит исаи 11 это великий пророк то есть если бог говорит а что ты припираешься тварь горшок скажете горшечнику что ты не так сделал павел прямо об этом и говорит поэтому что говорят нам слова божие вот мы сейчас посмотрим о слове божием сейчас я буду несколько мест открывать вот и потом когда вы будете смотреть ролик вы увидите больше потому что у нас тут заснято все вот лука 6 9 глава 60 стих 9 60 евангелист лука господь сказал предоставь мертвым погребать своих мертвецов а ты идеи благовествует царствие божие то есть там мертвецы а здесь проповедь благовестия вот вот два два полюса оставь мертвецов а сам иди благовествуй тут не надо уже между этим что-то всовывать туда между этим я не прибавляю ни одного слова предоставь мертвых кто занимается это мертвец этим занимаются а что же произошло а произошло то что еремея 32 35 господь говорит чего я не повелевал им и мне на ум не приходило чтобы они делали эту мерзость это бог говорит богу на ум не приходил на то образное выражение конечно бог-то знал прежде нашего рождения как соломон говорит прежде первоначальных пылинах вселенной то есть прежде атомы и молекулы если даже погребать отца для благовестника не в обязанность донка будь уже упокоившись а потом резать его пилить но разве это не нише вы не ниже вы за сказано иисусом нигде не написано раскрывайте мертвые тела от них отпиливайте они будут святые что говорят об этом нам жития святых а жития святых димитра ростовского это книги патриархи их заново пересдала по благословению патриарха алексия второго жития святых это 1173 жития я их начитывал симфонию составлял поэтому ну могу показать что это очень много очень теперь дальше из этого я делаю вывод мощи все из антиминцев следует счастью захоронить и дальше потом вы увидите какое место я указываю на форуме у нас это все высказано это большой материал а тут только на нажатии сразу на форум перелетите второе откапывание мощей есть кощунцы над умершими и дальше я привожу все места которые указывают святые отцы кто говорит я просто заголовки пока даю а где это тут я дальше даю сейчас все будет видно дальше дроблема дробление мощей это есть кощунство есть противление богу и дальше места почему андрей кураев и говорит что ну и знаете как он просто поднял целая пластынами забытые но мне никто против не может возразить он должен сразу сказать не прав димитрий ростовский неправильно жития неправильно библия а они на это не идут незнание священного писания и кощунство с мощами единое к смерти единое это заодно и дальше показано где дальше изыщество свирепствует на мощах я не говорю о самих мощах а что из этого делать кого привозят проверить нельзя никаких экспертиз сделать нельзя терзание мощей есть болезнь ума и мертвой души заголовки такие а дальше места писания и житей святых и дальше материал большой и так бодрствуйте какие подделки были с мощами какие императоры иконоборцы делали мощи убирали пережигали грешников собаками сразу а потом ложили христиане целовали целовали это жития святых говорит дальше шаманство и белый магизм лжеправославия а белом а белом этом бомогизме хорошо говорит игумен данилова монастыря в москве патриархийный пётр мещеринов у него книга о наших ошибках и заблуждениях кажется называется даже ну а дальше а канонизации попутно сказал любая канонизация из предвосхищения суда божия 1 корейства 4 5 и место которое у меня взята тема дальше трупа поклонства уводит от поклонения живому христу и опять места писания места и жития святых и чем отличается нынешние монахи от бывших раньше то есть вот такие моменты я их высвечиваю рассматриваю ну а дальше уже говорить еще не надо теперь я сейчас открою жития святых числа 9 6 были люди которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить пасху в тот день и пришли не к моисею ароны в тот день об них было решение какое 17 января это по старому стилю книга январь димитрий ростовского антони великий мощи неизвестно где ни один человек не знает почему он боялся чтобы утрезать уже при антоне вот это было было и он наказывал не трожьте мои мощи не трожьте они братья стоят он по глазам то видишь что будут резать и он ушел где-то закрылся и помер антоний великий 21 февраля жития и встафия тут объясняется что есть мощи это тела усопших всех христиан всех независимо как мы выглядим когда говоришь зачем поклоняете с трупом он да как ты смог да как говорить труп это плохо а мертвое тело хорошо это одно и то же господь говорит где труп там соберутся орлы трупом он называет свое явление христос трупом и дальше самые великие пророки явятся перед кончиной мира это или я и и ног и написано и убьет их антихрист и трупы и бросит на улицах иерусалима трупы если у или и мертвое тело труп тогда простолее говорить это трупы это любой скажет 6 октября фома хотели от него кость взять но и вдруг тело на месте не оказалось это не без промысла божия 9 ноября феоктиста одна была на острове где и скончалась охотники приносил еду привозил и он решил на память взять руку мощи отрезать отрезал но не было на то ее благословение на корабль и корабль с места не сдвинулся застрял стоит не ветер не паруса не надувает он тогда вернулись предложили руку и тогда только путь им открылся вот об этом андрей кураеву и говорит что я открыл а они об этом никогда не говорят вот привезли кланяйся 5 апреля марк афинский он говорит ничего не бери от мощей моих заповедовал серапиону а он был такой который может я его такое моего назвать она не марк апинский а марк фращеский гора фращеская где он подвязался и он говорит а у вас когда он пришел к нему и сели обедать а он говорит брат ты можешь подавать и вдруг с неба рука и подает хлеб и два хлеба он этот брат поверь говорит вот 70 лет год рука подавала только один хлеб а сегодня два для серапиона тоже и он серапиона спрашивает брат а у вас как-то верующие сон готова вера свободная сейчас советская власть кончилась хадеин строй храмы в москве 200 храма будет и значит и верующие есть да есть если скажут горе сей передвинься она передвинется я горит не успел сказать грохот раздался я смотрю гора сначала двигаться а он повернул голову гора я не говорил двигаться я просто сказал как написано в евангелии агарту упал серапионта игру очень нет таких у нас верующих по нашим молитве дохлый комар не сдвинется я уж не говорю про гору дальше 25 июля феврония фе кто хотел взять часть от ее мощей разбросанных мучителями раздавались гром землетрясения и кто брал руки омертвели но непонятно то есть они не благословляли дальше 1 сентября симеон столбник это сентябрь по нашему 14 по новому стилю патриарх сильно с ним дружил и когда он умер и патриарх хотел взять немного волос от бороды там волосинки две-три и у патриарха рука сразу отсохла но еще непонятно то и патриарх не помогло ему его патриаршество он скорее приложил руку на металл волосинки на местных бороде и рука сразу выздоровела эти жития не я пишу димитрий ростовский вот у нас здесь есть храм димитрия ростовского 15 сентября никита жития святого никиты один палец взяли от его мощей и сразу отсохла рука чего же на сегодня то не отсыхает значит эта мощь не святых или что или благодать покинула я считаю прямо оттуда выписанная 26 октября димитрий солунский хотел часть мощей взять но святой не позволил и главное не мертвые как вот был такой эпифаний он был на острове крит критский но он приехал когда в стамбул то там в это время большое было гонение на я на златоуста то гнала его цариса евдоксия это жена императора аркадия ну он к ней присоединился и ему тогда златоуст написал письмо ты говорит не в своей епархии и ты многое уже делаешь не по правилам не по не по канонам а тот обиделся или что ему уже сто кажется три года было и он говорит ему а он ему сказал говорит тебе надо возвращаться пора до места ты не доедешь златоуст ему говорит а этот тогда и говорит а тебя сошлют ты до места ссылки не даешь и что интересно готова пророчества сбылись и оба и когда он епифаний почувствовал близко уже кончина он вышел на палубу а мимо моряк проходит он говорит не искушайся а тот не понял что и когда он умер его тело то положили а моряк решил посмотреть обрезан или не обрезанных и взял это за материю это открывать то а он мертвый он как пнул его мертвый то он головой о палубу и умер а он видимо кому-то сказал что не искушает и всем стало понятно не прикасайся мертвое это поле жатва для бога читаем дальше 26 октября дмитрий солунский хотел сейчас мощей взять и не позволил святой 13 декабря и в страте и а тело не брать ничего такой наказ дал при жизни мощи все изнатеминцев следует счастью познахоронить счастью то есть патриархом храма христа спасителя с хором сонмом епископов что бог требует почему а прах ты в прах возвратишься начинаем мы библию считать и господь сразу адаму предсказал ты умрешь и прах ты в прах возвратишься не сказал мощи мощевики в кресты нет в прах в прах больше другого нету то никак не может быть нарушена откапывание мощи я скощунца над умершими и об этом мы считаем бытие 3 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и в прах возвратишься что и земли взят спорить нельзя а так господь ему сказал что он прах спорить нельзя и что прах возвратишься почему тут решили спорить то если две трети предложения этого мы приняли то какое основание отбрасывать конец предложения и крест его говорит 3415 вдруг погибла бы всякая плоть и человек возвратился бы в прах если бы он делал так так вот в прах книга его 3415 экклесиас соломон 3 глава 20 стих все идет я в одно место все произошло из праха и все возвратится в прах соломон знал эти слова которые моисей написал но зачем нам это опровергать мы что враги и ангелатоуст говорит если бы кто-то пришел там откуда-то с гор спустился который жизни этой на равнине это не знает но вот бы ему показали говорит нашу жизнь и дали бы знать евангелие в первый раз он горит больших врагов наверно не нашел бы чем мы как будто мы всю жизнь решили посвятить нарушению заповеди божьих и ангелатоуст вот наше состояние какое екклесиас 12 7 и возвратится прах в землю чем он и был а дух возвратится к богу который дал его ну похожее но маленько не так первая книга маковейская 263 сегодня человек превозносится а завтра не найдут его и он обратиться в прах и замысел его погиб 3 езре 7 32 и отдать земля тех которые в ней спят и прах тех которые молчаливо в нем обитают и хранилище отдадут вверено им души вверено им где-то душа где-то тела прах возвратится прах иуда 1 9 послание апостола иуды михаил архангел когда говорил с дьяволом споря о моисеевом теле не смел произноси укоризненного суда но сказал да запретить тебе господь и вот толкование блаженного эфилакта он толкует это место так что дьявол препятствовал погребению тела моисея а кто препятствует сейчас этому главное дьявол препятствует похоронить режут не тот же ли дух противления богу возможные подделки при том самое ужасное вот подтверждение этому жития святых 20 октября 20 октября по старому стилю артемий страница 450 кавычки открыты чтобы унизить христианство нечестивый юлиан отступник взял из раки кости святого пророка или сея и мощи святого иоанна крестителя кроме честной его главы и правой руки которые лежали в севасте и смешал их с костями животных и нечестивых людей сжег их а пепел развеял по воздуху а христиане собрали и поклоняются а там кости ты ничего не отличишь 21 июля симеон юродивый где его мощи ни один не знает а куда он делся вот и вопросы в 21 октября иларион великий тело украли то есть они сильно не хотели чтобы их резали 4 книга царс 23 18 и сказал он оставьте его в покое никто не трогай костей его и сохранили кости его и кости пророка который приходил из самарии то есть запрещено было не прикасайся и это понимали святые люди и в страте 13 декабря когда хартия кавычки открыты когда хартия была принесена он написал завещание в коем высказал желание чтобы тело его было перенесено вара враг и чтобы никто не дерзал брать что-либо от его останков но чтобы все тело в целости было положено на месте называемое аналикозора вместе со святыми а в ксентьям арестом мордарием и евгением ибо святые сели заклинали и в страте чтобы после кончины их тела их были в нетронутом виде положено вместе с его телом люди заклинали даже все святые почему сегодня от народа скрывают кто ходит по мощам то они ни одного места не знают но если даже один бы раз было сказано это уже свидетельство антонио великий 17 января считаем он говорит я там поминал его кавычки открыты я просто копирую из книги сами похороните меня дети мои в земле и исполните следующую заповедь своего старца антонио великий я повторяю великий с таким с такой приставкой великий только 17 человек за 20 столетий было василий великий и ларион великий ну и они какие-то там перечисляется пусть никто кроме вас не знает могилы где будет похоронено мое тело которое по вере моей в господа восстанет нетленным при общем воскресении мертвых антонио великий дальше кирилл кирилл и мефодий просветители славянских народов 11 мая кавычки открыты перед тем как опускать гроб епископы сказали откроем раку и посмотрим не взято ли что-либо от святых мощей то есть были проверки чтобы никто не прикоснулся но как ни старались они не могли по усмотрению божию открыть раку и тогда святые мощи опустили по правой стороны алтаря в церкви святого климента одного этого достаточно понять кирилл почитаемый я был открытие его памятника алексей второй открывал в москве прямо стоял в толпе опустили по правой сторону алтаря семён столкни за 1 сентября тут еще я кавычки открываю там кратко сказал когда же возложены были честные мощи святого на приготовленные носилки патриарх простер руку желая взять на благословенную память немного волос из броды святого и то сейчас высохла рука его феодосий пещерский но это основатель русского монашества феодосий пещерский это он говорит явился патриарху алексеев второму то сказал говорит не стоять тебе по правую сторону с правителями знаешь они горят не привители а кровить и кривители кавычки открыты затем молю вас и заклинаю заклинают то есть это человек под проклятие попадает похороните меня в той одежде в которой я нахожусь теперь и положите тело мое в ту пещеру где я пребывал великим постом ни в каком случае не омывайте моего убогого тела я это тоже наказал пусть никто из мирских людей не видит моего погребения вы одни иноки положите меня в указанном мною месте не резать не заповедал ничего феодосий пещерский 3 мая дальше харитон 27 сентября братья спросили его какое распоряжение отец сделаешь ты о теле своем где погребем тебя он сказал отдайте земли землю земле где хотите господня земля и что наполняет ее псалом 23 1 не сказал что я даю благословение резать меня никита 15 сентября кавычки открыты это кавычки значит оттуда копирую своем послании он просил граждан аназар вы дать некоторую часть мощей святых мучеников для вновь выстроенного храма тогда граждане аназавры просили о ксенте чтобы он взамен дал им некоторую часть мощей святого никиты на благословение их городу желая исполнить их просьбу епископ приказал открыть гроб святого мученика никиты и вот без всякой видимой причины мраморный камень бывший на гробе святого распался на две половины не уронили ничего один из присутствовавших здесь это я все перепечатывая оттуда дерзновенно коснулся своей рукой святых мощей но тотчас же рука его высохла она не его самого напал ужас в то же время раздался с неба сильный удар грома и блеснула яркая молния все пришли в страх тогда епископ понял что бог не благословляет раздроблять мощи святого и раскаялся в своем намерении не осмелись уже более касаться мощей угодника божий не пилить ничего епископ совершив над ним благоговейное пение снова счастью закрыл его гробницу 20 октября артемий страница 450 там они ищут когда смешали мощи повторяет тут сразу же столько вопросов возможно такое чтобы со святыми мощами была произведена подмена на нечестивой мощи и откуда появились разных местах в мире до шести голов иоанна крестителя и более десятка его рук все жаждали святыни дохода от паломников но не таким же способом в конце концов от 11 июля чудо от мощей и пимии всехвальной страница 287 так но и здесь говорит в 700 кавычки открыты в 716 по 741 год воцарялся левый саврянин и выдумал страницы 292 такую коварную вещь это все оттуда я спишу не добавляю ни слова он пошел ночью со своими единомышленниками и попустил христос к большему его осуждению злочастивый царь открыл гроб вынул оттуда мощи святой и пимии а вместо них положил какие-то гнилые вонючие кости которые нарочно приготовил для того и опять закрыл доской ушел внешне собой и воровским образом течественные мощи а потом вскрытие советская власть будет делать показывать определять и будут видеть мощи осла 21 июля семен еродивый я говорил мощи где вот что мы нашли только в житиях святых тут я не добавляю вообще ни одного слова зачем мне добавлять это не надо вот так премудрость соломона 71 можно прочитать даже написано так и я человек смертный подобный всем потомок первозданного земнородного я в утробе матерни образовался вплоть в десяти месячное время сгустившись от крови в крови от семени мужа и усложнение соединенного со сном я родившись начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю первый голос обнаружил плащем одинаково со всеми скормят перенах и заботах ибо не один царь не имел иного начала рождения один для всех вход в жизнь и одинаковый исход а какой исход одинаковый для всех это же подтвердил еще раз наш спаситель лукиш 9 60 что предоставь мертвецам а ты иди благовествуй книга тавита 12 глава 10 стиха грешники же суть враги своей жизни не скрою от вас ничего я сказал уже тайну царёв прилично хранить а о делах божьих объявлять похвально вот я и объявляю о них когда молился ты невестка твоя сарра я возносил память молитвы вашей перед святого и когда ты хоронил мертвых я также был с тобою это рафаил архангел и когда ты не облинился встать и оставить обед свой чтобы пойти убрать мертвого похоронить твоя благотворительность не утаилась от меня но я был с кавычки закрыты добавляю потому необходимо взять все мощи все отрезанные части от умерших тел и самой великой честью придать их прах праху самом почетном месте с песнопениями с участием иерархов синода народа и спросить у господа бога судьи всех прощения что кромсали трупы выкапывали называя это обретением не знающих содержание святой библии корежит когда они слышат что мощи называют трупами и дальше открываем откровение 11 9 и многие из народа и колено языков и племен будут смотреть на трупы их или и еноха на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы себя самого иисус христос называет трупом луки 17 37 на это сказали ему где господи он же сказал где труп там соберутся орлы ев 19 25 а я знаю искупитель мой жив и он в последний день восставит из праха распадающийся кожу мой не из антиминсов не из мощевиков а из праха я узрю его сам мои глаза не глаза другого увидеть его ну как как и сейчас то я считал готовом все произошло из праха прах возвратиться языки или 3 43 9 а теперь они удалят от меня облужение свое и трупы царей своих я буду жить среди них вовеки даниила 12 2 и многие спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной другие на вечное поругание посрамление и спящих в прахе не в антиминсах не в крестах многие толкует это место что не многие то а все это речь идет о страшном последнем суде божьем все феодорит кирске толкование толкует вот что можем найти нам священном писании нож про я прожить я рассказал большего и тут и не надо придумать ну а монашество тут я еще тут ладно кому надо предостаточно и эта информация да к изобильная информация дева да дело в том что игнатий технич а седьмой вселенский собор седьмое правило вот она же четко ясно определяет да и вот я вот вашу книгу тоже да да вот читайте я слышал православие хорошая книга вода книга то что хорошего значит ваша еще и симфония на святых тоже хорошая книга я я хочу сказать что седьмое его же надо и вот в общем-то эти даже постановление святых соборов их можно даже и не толковать они же написаны черным по белому четко и ясно там сказано значит да там сами сами значит что там сказано сказано четко и ясно о мощах или там где значит храмы оставились там где погибали это сам не погибали конечно а там где мученическую кончину принимали мученики и там мощи промок про мощи то говорится о мучениках а у нас ведь начали кромсать действительно всех подряд да вот о чем и речь то и притом мощи целиком вот еще что мощи несчасть мощей не надо выдумывать тогда резать этого не было ничего не сходится они просто безобразничают все принадлежит этому человеку да но я прочитал жития святых как бог они же наказывали то это бог за них наказывал они-то мертвые лежали и слово божие говорит что кости сокрушится до этого да даже кости не ломали этих самых пасхальных агнцев вот нельзя было ломать да хорошо алфеев и ларион поехал но это прекрасно знаете знаете с католиками там благословляется молится он прекрасно знает что они деканонизировали то есть святых выкинули николу чудотворца выкинули георгия победоносца двоих что жития надуманные ничего этого не было добавляли и добавляли вот я занимался этим много лет древней литературой там прямо в оригинале все брал старинный переводил на русский язык посты где и вот там все это описано допустим александр невский проходит сколько там 150 лет начинает думать о канонизации а ничего нету ничего и начинает писать акафис с детства возлюбил есть и монашескую жизнь еще врать то он воин был он возлюбил защиту родины он патриот был ну зачем врать то дальше то и он уже перед смертью уже полумертвого там постригают схему я говорю александр невского я не знаю я знаю алексея он имя принял алексей а кто александр то вояка у меня еще вопрос советская власть только одного святого по мусти поместила в масонскую звезду только его орден александра невского при сталине его издали во вторую мировую войну за что вот когда моисею пришло время умереть то дьявол спорила почему он имел претензии на это тело тело а он не незаконно убил там в египте и вот теперь говорит это все представлено суд кого вы хороните вот и а почему теперь из святых никто не претендует на сергия радонежского кроме рерихов они говорят мы это сергей сергия радонежский то есть сатана делает через них и на него претензии на александра невского больше ни на кого нет я исследовал больше никого нету тот и другой запятаны вот в этом деле были тот благословил и чем кончилось то все это была не победа еще некоторые не знают когда он вышел на мама это димитрий донской у него войско было 400 тысяч и и только 40 тысяч вернулось 9 десятых погибли это первого победа а уже через семь лет пришел тахтамыш и келью сергия радонежского жёг то есть не надо было советской власти гитлеру воевать придет горбачев мирным путем разрушит надо уметь ждать а то кутузов михаил иларионович говорил как бы не императорский указ город у нас бородина не было бы мы сохранили всех бы а вот тут зима он наполеон замерз он без этого ушел давать битву то не было никакой нужды а как наши задачи готов сидеться как он говорил и уметь ждать кутузов надо научиться этому делу они не хотели поэтому я смотрю александр неневского начинает писать брошюрка 1 проходит 30 лет три книги проходит еще 70 лет 15 книг уже томами ну где еще взять так на его не было живых людей никого не было там уж 200 лет прошло ну не было никого на откуда вы пишете то считаешь ой-ой-ой но алфеев это прекрасно же знает что это деканонизированы и играет на этих мощах идут но то осипов хорошо об этом алексей лишь говорит тут идут к матроне когда и о чем они просят люди там камушки собирают как в колизее каждый каждую ночь приезжает мелкодробленный мрамор у колизея и два самосвала сваливают каждый день туристы разбирают и здесь точно так же на могилу все кладут и кладут новую но иначе они откусывать будут они сгрызут люди у меня как-то был тут генеон тогда потом он ставропольским митрополитом было мы часто встречались беседовали и он мне привез икону купил там где-то в греции игнатия богоносца как его львы грызут и рассказывал ягод был где там камень то погребение гроб господень то но ангел-то явился ягод сел на него сел и смотрю там ямках а ягры ямко то откуда а это поклонники вылезли языками выборозно прямо в ямках но ягод тут говорит испугался к соскочил прямо как он соскочил думаю ангел был а я тут сел ангел теперь как будто бы не видит что сел ты не сел устал и сел на землю то есть мы ищем где-то страх и святость где ее нету ядре он мог бы сказать зачем ввести мощи которые поставлены под сомнение притом под пол они отдали нам не нужны заметьте как сейчас эти торгуют костями чемоданами везут их оттуда греки это торгаши они всегда такими были чемоданы на них наклеют такой-то кость такого-то и они там у себя где косница у них они там ажурные из маслы которые руки отдельные черепов там украшения больше заниматься нещим и что интересно вот самое интересное у у русских здесь которые приняли от греков раскопали тело нетленное ну там голова отвалилась это не считается тело где-то а у греков которые у них наоборот я говорю а где эта граница проходит у них если раскапают он целый грешник они закапают до трех раз а если нет тогда уже море может кидать у них ценится именно тление то есть по закону откуда русские это взяли вообще непонятно мы как-то зашли был 14 октября день покрова божьей матери в москве греческий храм а у них даже в службе нет ничего мы отмолились подошли к нему а мы уже знали но думаем а что он скажет гарри архимандрит служит он говорит это русские придумали у нас говорит никогда этот праздник не отмечался то у русских в каком веке развились он сказал игру но хоть как-то никак ну хоть маленькая какой там крестик ничего горит нету это русская у нас и покровские фамилии районы и еще только нету покровский храм в какое место не при покровский храм в городе в новосибирске подряд поезжай но как допустим георгия победоносца в грузии а там грузия то маленькая там почитают я говорю а сколько храмов она страна называется джоджия джоджия это означает страна георгия я у него 360 говорит храмов а сколько всего там триста восемьдесят я думаю может не точные сведения но нельзя же так это такое гипертропировано почтение к одному а почему вот у нас храм потеряевка называется честь святого анфима некомедийского я подал прошение когда в америке был синоди а кто он единственный был святой единственный за всю мировую историю который всю общину 32 тысячи вот это община была возьмем на небо 32 тысячи 16 сентября по новому стилю почему ему нигде храма не строится в честь его имен не называется а какие володя коля там и имя не модное у нас лагерь детский назывался в честь климента анкирского климента я тоже подал прошение и сенот утвердил а кто такой климент анкирский но тот в 302 казнен был анфиме комедийский а это 312 там уже перед самой свободой рядом прам был больше его никто не страдал 29 лет 11 месяцев его мучили не сидел а императоры мучили его насаживали на пике кинжалы проходили через него у него будет ни одного ни одной части тела не было которое ему принадлежало это все наросло новое а потом выпустили с агафангелом и выпустили он ведет литургию в это время вдруг власть опять сменилась воины ворвались от ударили по голове и у него голова только на коже повисла над престолом больше его мировой истории никто не страдал вот я говорю о двух святых которые ну образно сказать в книгу гиннеса могли быть занесены по определенным параметрам по страданиям и по количеству которых он возвел на небо а их они знают я говорю имена то какие вот заметил в правительстве были климент ефремович старое поколение знает о ком я говорю ворошиловский стрелок а сегодня поди климента ефрема ты с трудом найдешь окне анфима это даже я не знаю найдешь или нет вот у нас по календарю здесь называют в общине девочка родилась назвали ливия не лилия ливия вторая девочка леонида это все по календарю а по календарю там я занимался этим участина вскидку спрошу допустим осипова не знает этого я писал ему переписывались по телефону говорили но не знает потому что это не его отрасль но я специально занимался мужских имен 750 750 но там добавляет новые канонизации именно ты те же самые разных притом разных а в ксении вот у нас демидов где дома этого демидова ну это золото промышленника акинфий ну где акинфий ты но нет вот у меня брат старший самуил вот брат протеерей иоаким отец тихон у него братовья амос на ум амос и на ум где ты встретишь у моей матери мария на три брата были макаре филарет и мануил все ушли на фронт и все там остались имена то какие их нету нигде чего мы делаем то мы даже не не хотим а сколько примерно пять процентов имен только использует пять а значит и храмы в честь их называют иконы там выдумывает знать никто не знает а почему я говорю вы называете храм михаила а рафаила нету я ни одного не встречал даже семь ангельских щенок и то вот там кто 9 пишет то 7 это только одного берут гавриила почти нигде нет храмов а почему а вот такая наша история мы умеем выборочно делать чтобы легче было у нас и папам хоть по моде какая мода пойдет допустим пошла там дарьев назвать будут все дарьевы да да пойдет значит вот он юрий то слетал и пошли одни юрий тогда что-то у вас остановилась вам не слышно наверное ведь еще то там у вас заклинило ну тогда все николай они не движется на месте стоит нет ничего ну давай еще минуту подожду от что-то заклинило а у нас электричество плохое вырубится вот раз включился и модем сразу потухает ну понятно но вот я больше больше вам говорить еще говорить я показал только открыто но вот я для чего с вами беседу затеял я этого я-то в курсе этого а потому что у священниками спорю в сети в интернете меня вот эту тему то что я поднимаю что именно прикрываясь вот именно то что выигнатий техныч это раскрыл лучше всех эту тему и он на ней работал капитально никто ли не один священник не устоит перед этим спором бесполезно и всем потому что слово божие предание это все она загонять угол но они тогда меня спокойно берут и а пошел в через эти уже у многих сижу ну ладно в этом лучше будут там сидеть один там определяет какой-то сроками придает а другое загоняет уже надолго если ты бога не боишься я говорю а вы бога боитесь вы как крестите вы кого накрестили да вы на их не головах накрещенных будут стоять язычники а вы будете где вы будете там где основная масса ваших иди в чс все тобой говорит бесполезно беседовать а бесполезно наоборот скажи полезно так я говорю хоть какая-то может быть это может реанимация происходит с вами беседу нет ты враг православия да андрей кураев и говорит сегодня год вода пошла по нанотехнологии что в каждом доме было полторы тысячи вещей разных хоть молекула а да я это его осипа я тоже это слышал он говорил что на технологии будут расщеплять значит и мощи на атомы потом этот атом скажут вот и у каждого дома будут мощевики яшечки там будет тысяча святых у каждого кто-то 2000 крутой еще круче там 5000 именно по атому но интересно когда их задевает это они не могут еще ответить а вот седьмой вселенский собор седьмое правило а вот вы нарушаете ягра и ягра скажите как я могу нарушать когда я не епископ не священник этот канон таки пископом когда они храм освещают храм когда освещают что были мощи мученик у нас нет ни одного и пророк и лисея постоянно приводит один единственный случай я от ваших то мощей то где или он сказал теперь почитайте мощи мои а его и нигде нету его нету мощи то его они сожжены вот вот и у них две только тему седьмой вселенский собор значит ты споришь с ними седьмом я не спорю посмотрите что сказано не надо там толкования не нужны внимательно прочтение и все вы можете задать такой вопрос скажите тело иисуса христа ученики искали высшей святости нету ангел говорит что вы ищете живого среди мертвых даже христа искать никто не знал что он в этот день то воскреснется и это тоже не рекомендовалось но видимо пришло то время как он говорил видимость серафим саровский что придет время когда архиереи и перестанут верить на главный догмат до воскресеть христа но они когда говорят так вы не признаете игра в чем это выражается покажите я не признаю клеймо вы на меня наклеили как я не признаю вот я в москве был к сергию радырский а подошел поклонился под что я должен делать еще достать себе на мой преды принести это не павильона вы не признаете но я сказал я при посидимы за столом сидит митрополит и несколько епископов мы обедаем они наливаются вино вино такое темного цвета густое но видно что хорошие и они на налили и мне подвигают я говорю да я не пью а вы пить их я говорю я не пью владыка знаете про вас разговор идет что вы и но считаете грехом я никогда не считал никогда я просто воздерживаюсь если считаю за грех я эритит а если я воздерживаюсь это похвально это каноны говорят ну выпейте чтобы видели вот насколько свидетелей но я выпил игру меня жена квас крепший готовит но и все больше не надо не пейте больше у меня своих пьяниц хватает я ради послушания то ну выпил я знаю вкус то вина вино хорошее а мы как-то попали на пасху в одесскую семинарию там монастырь где был а у них там наварить наварили там что приготовили и ходят по парку там которые рядом парк у них около монастыря кто здесь а мы как раз только приехали вот умер который иона мы у него там ночевали в келье его там я не знаю видимо канонизировать будут хороший такой был и романах и иона и вот нас пригласили вы пообедайте с нами она мы проездом и приехали поклониться там помолиться мы пошли ну правда борщ отменный какой больше они вкусный готовят благословенный то мы по полному стакану налили а мы сидим в ряд она против нас там другие люди женщины мужчины а мы не пьем они а вы еще не пьете да мы не пьем так можно взять он один то выпил женщин мой стакан к себе потянула тоже выпила как говорится дубль вот такой вот вот это клубе дошлось от его православия не знаю как но вот за то что против это значит против вот этого такого привоза и тем более когда алфеев говорит что-то впервые истории за 930 лет но это же это же ложь да это же ложь вот смотрите и вчера у меня записано было беседа с одним человеком я его знаю встречался очень хороший православный человек это ульяновская область и там митрополит или кто сильно его за то что он принял крещение стали преследовать и у него начались колебания и он вчера вышел опять в интернет и на меня побеседовать ягод ушел из православия совсем во всем раскаялся жена меня поддержала я ушел я говорю александр как же так вот сегодня вечером я уже выставлю ролик на нашем у вас есть где наш youtube да все я могу даже скинуть я там поставил она длинная такая беседа это сейчас наверное в 20 она система разбила его аппарат разбил на два ролика два ролика будет стоять то но я ему все рассказываю говорю вот как есть и теперь ушел куда ты пошел но пока никуда играть и никуда не можешь быть ты обязательно к баптиистам потянешься я ему вам будет полезно это послушать как я ему говорю я его не настаиваю ничего но говорю потому что этих людей я знаю сколько людей пришло я показал питера гилквиста 2000 баптистов сразу пришли сразу 60 этих дьяконов у них рукоположили из них православные стали книга называется возвращение домой я говорю вы сирота там будете мне конечно жаль но моя душа вас почему не беспокоиться то вот я сразу значит и вы просто побудете и вернетесь или что-то еще будет обычно где человек там соблазняется у меня тут непрерывная молитва слезы а о нем ничего нету я просто молюсь как будто ничего не произошло хотя у него к этому была подготовка его и митрополит стал обвинять он тогда его митрополита там захватил на выходе но вы назовите мою вину вы перед народом меня выставили я не такой там деньги что-то ну скажите и он на него как начало все это здесь говорит а у меня с этим митрополитом договор мы молимся друг о другу диодор я говорю ты спроси он обо мне молится нет я молюсь каждый день вот у нас митрополит здесь на алтае сергий иванников вот сейчас у нас 16 будет какой 16 14 день деревне он приезжает сюда он приезжает обычно со священниками семинаристы хористы вы могли бы даже приехать к нам вот это воскресенье вот который будет там много священника приезжает и литургия конечно будет такая праздничная вот это день два раза обычно приезжает и на день деревнишь день деревне вот сейчас вот где в стеки начинает там значит кладкин такой стекой сектан то есть а я сразу стою вот эту вашу бумагу которая у вас на на сайте находится одобрение значит митрополита сергий пробует и теряются ребята почему-то у меня грамотно я могу скинуть вам грамота от митрополита от митрополита виталия на всестороннюю проповедь в россии а вот тем более а виталий да я в я я читал ваши эти ну как вот вы ездили а документ от отведили нет документ нет я его по skype скину вам ну хорошо это игнати технич и еще вот насчет зарубежная церковь сейчас именно тот отделение которое было после значит и как именно отделилась церковь нет она не отделилась надо единая русская церковь вот она сейчас кто-то случае вот и есть еще вот у нас потому что есть тут некоторые ребята которые говорят все надо уходить зарубежники до кроль зарубежники соединились патриархи и так вот как тут история много сложнее нам в первую очередь они обвиняли отбирали у них там монастырей там где этот храм марии магдалины на елеонской горе где там у них буйствовали патриарши там полицию они они с властями сергеанцы они по-другому то не могут это а теперь акт о каноническом общении никакого объединения даже одного слова не было то хитрость путинская это путин объединил то а по для путина 360 точек в разных странах заиметят он как он же полковник кгб это невиданная работа проделана была поскольку то русские люди как ты не крути он русский человек хоть в америке хоть германии и вот что теперь когда поехали в них два раза в наяке кажется там где-то в сакраменто было совещание то и тут прошли по всей россии то сколько приходов был нас епископ и в тихий ну и чтобы провели собрание мы провели мы категорически против сразу сказали написали бумагу никаком объединение нету а что каноничность признавать а мы всегда признавали нас зарубежно долбили за это что мы благодатность московской патриархии признавали ни одного дня у нас не было чтобы не признавали мы были для них тоже не совсем родные только за одно это а теперь кого кто нас долбил они первым махнули патриархию а мы как стояли так и стоим у нас не было колебания никогда не в одном направлении теперь но мы сразу написали сказали собрание что если будет принято решение о каноническом общении не об объединении мы примем это мы доверяемся решением синода как нам это не не прискорбно мы так и сделали а они на этом не остановились пять лет переходной период оставили епископа курочкина а теперь должны все вместе быть нигде этого не было это не под зеленым сукном там по тьмах пишут где-то нигде нету вот у нас максимом здесь был максим епископ отношения то были не такие но его видимо сильно тогда нажали там это я уже потом узнал да и он сам почти подтвердил встречается когда а приходов то осталось только два наши потеряевские а остальные то которая зарубежная церковь то была они разбились на 13 юрисдикций на 13 и они в россии все в некоторых больше ста приходов зарубежная церковь возьмите омский тихон пасечник архиепископ он уже не знаю там может лет 20 где-то агафангел в одессе у него я не знаю в 30 что ли странах только приходы это тоже но они не с основной части основная часть зарубежные которые не пошли это митрополит антония а орлов орлов я у него на квартире там жил никита феоктистович его мирское имя я по америке там с ним ездили не знаю там сколько тысяч километров там собирали помощь еще не дошло и вот он как раз этот остаток теперь он над ним остальные разбивались там пивоваров какие сообщают я их не знаю но вот эти которые знаю это законно рукоположенные епископами все они поторопились и ничего не получили перешел то совсем немного кто по перешел то 13 юрисдикций образовалась и теперь кто есть и кто нам не надо решать работать говорю надо работать вот у нас самая правильная позиция мы признаем к нам приезжает митрополит наши когда приехал тут наш епископ всех детей собрали в покровский собор в барнауле главный собор то все дети тут причащались у нас очень близкие отношения и вот тогда когда при максиме а нас разговор шел я воспроизвожу с некоторых деталей он встречается с максимом очевидно и говорит патриарх алексей а какие от антони мне передавал еще был тогда какие отношения у вас игнатьем лапкиным то отвечает хорошие а что у них там с этим вот сейчас вот все уже почти перешли они не переходят это первое говорил антония это патриарх алексей ну вот они так то и он об этом спросил нашего и в тихие а теперь я уже знаю прямо из первоисточника и в тихие ты ему патриарху и говорит да было по-другому если бы епископ местный дмитриев максим вел себя не так и видимо его вызвали на ковер а у него было когда он перезахоронил антони ему выговор дали в журнале заставили записать алтайской миссии это там выговор ему был вот и он вызвал мы когда наши тихий приехал тут собрание у них там здесь в епархии мы были и он говорит я готов к вам сейчас же прям полететь на вертолете воду мою приспищала на вертолете отец таким году у нас посадочной площадки нету зимой водка вы какое дело было то а этот приехал только только поставили он сразу приехал потеряевку но меня не было я в дальних поездках была когда вернулся мы встретились и вы видите вот мы все выставляем как службы как приезжает вот сейчас даже здесь прощенное воскресенье я ну люди-то идут у священника больше 30 я дохожу до него больше тридцати он вот так с крестом обнимет притянет смеется поцелует я говорю как дела то это полетели это от серьги вот этот иванников который сейчас и он говорит я бы наказывал у нас договор молиться друг за друга есть максимум я заключил договор молимся он говорит дьявол сердится вот так показал врага стучит город рогами чтобы я вас анапими предал а он-то на руссконародной линии так как ответил то что игнатий исповедник то другое то достоин уважения там и проще это ну и когда бы не было недавно нужно было перезвонили мы переговорили все едем едем говорить едем если еще такого сверх ординарного не случится а это не не рядом 150 километров он всем интересуется и прошел там где у нас лагерь было на пруду мы сидим все засняли он ни разу не сказал не надо и вот уже служба закончил кончается а он ко мне вы скажите проповедь в храме ну кто измеряем ну я чтец кто измеряем может как я даже не знаю как выразить чтобы митрополит присутствует священников и просил сказать проповедь ну и я в алтарь зашел у него перед этим благословился в истории были такие случаи но редко да когда милинин мог это мог говорить и просил я знаю оригин говорил оригена просили и просили тогда шесть епископов были я знаю эту историю это но в наше время даже диакона никто не просит он не будет проповедовать а зачем он просит тут вопрос-то еще другой я не оригин у меня нет никакого образования но я сказал я буду говорить о свободе и когда мы шли даже я такого рукава широкий я говорю рукава так как юбка у цыганки еще у вас такие рукава то а он смеется когда все это от греции получили он на все юмором отвечает у нас отношения самые близкие братские ну мы не знаем что будет дальше на сегодняшний день сколько лет мы отдыхаем мы благодарим бога вот тут на выставке на нас напали сейчас православная выставка воскресенье было поломали аппарат даже московские там хулиганье а он здесь же был он это узнал он прям так сразу что кто какой там дьякон там кто нападал ну-ка и дальше уже рассказывает я ролики выставил два сегодня об этой выставке как нас нападали там женщина сидит это моя жена надежда васильевна на двух роликах посмотрите я призвал тех кто ходил и они по горящему следу все рассказали он услышал он сразу запретил им это делать а наши ходили евангелие раздавали мы евангелие то раздаем ни одно не два только в окрестностях потеряевки мы раздавали больше тридцати тысяч вот ездят в карабейникова икона почитаем а мы туда выехали кажется на шести машинах вдоль и поперек прошли деревню только новых заветов раздали бесплатно 450 и во всей деревне нашли только два евангелия два или четыре сейчас даже могу это ошибиться и спрашиваю а сколько воскресные дни год добывает там человек шесть в одном монастыре про этот год или нет а монахов сколько 7 а чем же они занимаются монах выходит двери для машины открывает а пальцы видно прокуренная прям коричневая и мне не на чем смотреть за мотик осмотреть больше не чем заниматься и вот в заключении дать их мить заключение фото вот такой бы как бы по скриптам подвести вот скажите сейчас значит все равно 21 привезут мощи значит николай угодника выстроиться толпы на может километровой даже возможно потому что реклама прошла проходит мощная понятно что это впервые еще люди веришь впервые и что один так и теперь же привезут всего николай я рюк им в своем уме батенька он вредит чаще это в другое же мне дарит через иди как это не всего я редко же растащили уже давно и сколько только этих самых ковчевцев по россии ну ты значит ну типа того чтобы богохульник все как от не всего всего я ли уже маленький как чисто от одной допустим от от одного от одной части скелета и другая частица какая-то благодать не да по вашему мнению и и так же говорю количество благодать и зависит значит и от как от количества костей сколько привезут а ты вот он я хотел убедить что сейчас же привезут всего николая вот так вот какой вот ваш совет на нашем православном тем более скорее всего это типа они хотят и устроить николая и вот он привоз николая угодника как видит я предполагаю что как троянского коня чтобы за ним или вместе с ними как сопровождающие будут католики они стоят тут же возле мощей и вот это получается миллионы помолиться с католиками конечно это же это правильно вот это вот это рассуждение это и необходимо а тут сейчас вы зарядите если зарядите в гугл да в гугл или в ютубе и на православие тире это сатанизм и показывают как привезли мощи и там рука серебряная и это георгия победоносца да-да-да-да-да-да-да этот сатанинский знак это не просто коза не обязательно волгограде по тоже по благословению митрополита по себе посвященству вот этими мощами и георгий победоносец я там тоже спорил и руках вот может быть эта рука он это рука благословляет священник я люблю а он не священник же говорю был и благословляю ощущение как не может руку складывать это же знак вот этих масонов они постоянно пираты артисты все стоят и вот все эти сатанисты да 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 так народ так поднялся мы прикасались а там люди не знают что делать и купали идут купаться очистить от этой скверны но это кто-то подстроил же и и да и возможно здесь построить там будут смеяться возможно я никогда не хожу я просто молюсь а я говорю не надо не надо бегать за мощами не надо но не в мощах православия все ты не православный и вообще православие проповеди слова божия православие проповеди значит преданий опыта святых отцов я не жития святых отцов вот где православие чтобы человек привести к христу задача каждого священника и оставить его с христом а там у отойди чтобы не закрывать даже оставил со христом беседу и все ты теперь я тебя научилась и показал христа уходи все священник должен отойти вот он а здесь что привели к мощам поклонились все кому надо денег кому надо машину кому сменить квартиру кому значит там может быть и любовницу сменить срочно доходе можем журнал то где матрона то есть посчитали там и осипов приводит какие просьбы тут тоже что вы говорите она вот так вот такое безумие вот во что превратили православие знание православия вот почему ян это вот говорит для многих слова христианин сегодня только звук вводящий других заблуждения дожили христианин это чистота и не бойтесь никогда сказать правду а он грозит отлучение на это есть канон и второзаконие 19 19 незаконное отлучение падает на отлучающего они еще не знают это первые века христиан называли христами да с маленьких букв он это христос если христами и и тянулись к ним как вот они общины жили была любовь было значит все все общее люди тянулись потому что им этот мир опосыливал они шли там где чистота там где любовь они греют смотрите как они любят друг друга да да и туда и узнавали какого бога вы почитаете что у вас за бог давайте мы в этого бога примем вот она вот этот чистый пример христы каждый христос христианин этого уже потом стало христос был каждый что интересно учитель иоанна златоуса когда он еще там в университете учился-то ливане из речения сказал какие жены у этих христиан воскресательный знак какие послушные какие ревностные какие верные все качества и он языческий философ он не мог не удивиться католические студенты говорят вот говорим святым и профессор там стоит а это прошло все а он такой окна стоял а ну-ка идите сюда а внизу идете он шанхайский то он говорит вот он русский святой живой при жизни вот и все познакомься с ним сколько он спас людей да вот и он шахать как раз я буквально вчера читал про его момент как вот он его тоже обвиняют в кубинизме но я с этим не согласен но они обвиняют в чем это неумелые те которые не могут беседовать с католиками а идут просто на сдачу этим значит на сдачу католикам а он в их среде внедрить свое православие пусть даже с ихними какими-то но чтобы они все-таки пришли к православию вот так да а не так чтобы сдать православие католицизм это вот это неправильно павел говорит для всех я делал совсем чтобы приобрести по крайней мере некоторых да но видимо вот этим орудием овладели может быть сейчас эти самые языки но да это так то так овладели то владели но куда привести у них допускается ложь допускается допустим ты можешь поклоняться будья сам неприметно пальчиком проведи внизу крестик и тебе зачтется что-то было недействительно но и бюджет его и молитвы не были потом поклонения там вы хоть и хоть бесу он приходит в дом отмалит ли господи тоже видел я жду с тобой это же ты ты-то знаешь я же вот кто мне надо было просто вот это внедрить показатели что этими а я с тобой вот так вот не будет вот этот берега но вот они допустим говорят елисей мощи елисея ну и что ну сказали бог сотворил чудо что дальше то они и стали резать нет а после этого хоть один воскрес нет но нету нету никого так это две тысячи допустим 600 лет и никто больше не воскресал нету нету это бог один раздел но один раз он вознес на огненный колесец и илию а теперь мы даже требовать боско нет ты вот такого возьми такого монаха никого остальное все дальше были уже только подражание дьяволу дальше колесец и приезжали всегда только дьявола жития святых об этом говорит один там пещера поднимаешься и там пещера он решил но он его не благословлял от этого наставник то но все-таки забрался туда а ему кто-то подавал и вот он слышит благоухание кто-то поет и сказали ему этот кто поет за тобой колесница явится завтра в полдень то он этому кто подает сказал скажи моему учителю знаете как он а тот прибежал с ума сошел ну и когда пришло время то и правда колесница скачет гремит и они его схватили за одежду и тянут а он его схватил и не отдает и одежду с него сорвали но видим он перекрестился и как захохотали одежда полетела и упала на камни вот вот где ты лежал бы дурень ты такой слазь оттуда щажет и увел его монастырь вот так же да даже колесница по моему под подъезжала и симеону столбнику он наказал потом свою ногу то да щерви горит волна возвращались так что тут надо быть не надо придумать что у нас все есть православным быть очень приятно потому что куда ни глянь везде наши люди везде вот вы допустим кто-то скажет а вот такой-то человек разве был есть такой цари разве были были а такие были были а были люди там с великими познаниями мы все будем называть а были где такой порядок был чтобы в церкви все было а где у василия великого василия великого когда валент побыл у него он еретически был сарта и он вышел а самый такой был день когда больше всего беспорядка это богоявление там народ воду и он посмотрел и говорит такого порядка я у себя нигде не видал этот порядок тронул сердце даже царицы савской когда она была заметила как щинно служит все я говорю вы порядок наведите проходной двор вот кто смотрит наши ролики все удивляются это у вас все так кто бы ни было приехали семена семинаристы это хористки они там 10 девушек то мы сразу все переодели все всего даже никакого разговора и все они вы видите как они выглядят это то ли пришел раскресанную там мужской одежде или она стоит на него глянуть только одно и уже благоговение они еще не могут делать поэтому злобятся и все злобятся вот сейчас на улице города встречается в хиджабах мусульман но я далек далек от мусульман но мне приятно не смотреть это более православная одежда вот приятно смотреть в хиджабе идет ну и скорее всего и паранжи это сохранилось тоже православие паранжи они все равно по первых христиан потому что взять даже по иуде когда ему да значит он же не узнал свою с ногу значит она была паранжи паранжа видимо паранжа видимо паранжа а житиях речь идет сейчас минутку говори воистину воскрес христос нет нельзя без меня нельзя это разрозненная пара получится откуда приезжали то с какого места нет 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 пока у меня у давыда все погибли голуби ты у меня на еще неблагополучно пара разобьется я до 10 июня я там буду и тогда можно поговорить с богом ну вот такое дело голубями занимаетесь да у меня вот они дома сидят я видел облетает один вот не один вот они три вот они сидят все сейчас это матери что-то их бросают или что я подобрал их у меня три голубят не что интересно у нас есть такая газета называется алтайская правда но есть наша губернская газета и в ней большая статья сухарева наталья я и хорошо знаю они приезжали потеряевку она уже сколько раз там была и она написала большую статью про голубятника и заголовок у злого человека голуби не водятся до двух страницах с фотографиями у злого человека голуби не водятся то ты все а что это все знают курицы водятся и не ки водятся голуби нет потому что а какая мне от них польза голубь любит особое внимание вот они здесь у меня торчат летают вообще-то истина ты любовь и дать их на сурово они то все то думают что это любой бог любовь он постоянно по головке гладить поощряет все а я беру всегда момент именно и опять же из этого и же его и посмертное вещание цветово мир на тело я помню за тело когда будете смотреть этот ролик вы голубей увидите у меня были они здесь я главное у них болезнь была вертячка мозги что-то делать он так голову выворачивает и все я тогда решил среди них разбавить маленькой дикарями и болезнь прекратилась я даже не знаю от этого или нет и какой пропорции примерно на двух на на четырех породистых один должен быть такой видимо иммунитет у дикой сильнее именно иммунитет какой-то от них и они больше их гоняют они очень ловкие такие учил они у меня прямо на руках садятся все я выхожу они облепят вот они маленькие я их беру и занимаюсь ими дикари становятся домашними да так у меня нет но нет с моими вместе которые были они прям ручные залетают и как папа римский то слышали рассказ почему бороды то бреют нет не слышал я прочитал это был в латвии там и вот верующие тому старинная такая книга папа не хорошо себя вел 7 заповедь нарушал женщины и она ему сказала мне борода не нравится ты убери ее а пап это были всегда с бородами возьми сикстинская мадонна папа сикс вот он на картине пожалуйста рафаэля картина номер один во всем мире считается они с бородами были то а ему то теперь как быть без бороды но я не я не ручаюсь за достоверность вот так написано и тогда ему надо показать голову показать надо что ему это откровение было приучил голубя голубь во время там с купола слетает и прям ему здесь и в ухо в ухо там семечки 2 положил будет клевать и дух святой мне сказал что бороды избрили мы как ангелы мы же монахи и дальше пишут они и променял мужскую красоту на подпупную женскую понял о чем говорит понятно ну вот так я главное приучил голубенка то он летит садится у меня и в ухо лезет ему семечки он летит садится мне на плечо и лезет в ухо я говорю шепчет это опыт можно повторить и не надо тут дурить то вот пишут вот вы знаете фатимской божья матерь там она говорила россию посвящает католики заботятся россии а я выставил ролик фатимской богоматери у меня большие материалы там большие что это все от сатаны от сатаны когда это являлась падала шерсть шерсть они пишут лепестки роз первоначально в итоге то дальше заранее была эта встреча уже опубликовано в то время ручную крутили аппараты снимали фотоаппараты все изъяли у всех видео пленку и фотоаппараты все зачем это обман был обман а некоторые понятия не имеют а россия на говорю под папскую туфлю загнать только это для тех кто ищет знамений и чудес очень привезут и километровой очереди искать знамения и чудеса да но там перечень я уже над назвал кое-какой то зачем будет так надо быть очень внимательным по самой берегите чтобы кто не прессил вас и англатаус гортия в чуде не нуждаюсь я верю мне о чудеса но все-таки 54 года я иду сознательно вот сейчас 10 июня мне будет 78 лет уже у меня не было ни одного видения ни одного ни одного голоса я никогда не слышал и мне это не надо если бы было не поверил а как бы настоящий ангел все равно одобрит господь что ты не поверил по осторожности я знаю слово божие а на молитве когда я стою молюсь я жду ответа от бога бог посложит на сердце местописание укажет мне вот как я смотрю что да да очередь матча подход к матчам это видимо самый легкий путь то есть не человек думаешь подошел он что-то изменится а вот допустим 20-30-40 лет должен над собой работать этого ему никто не объяснил ему старик почем подойдет попросите получит можно кто-то получает но получается иногда от бога иногда неизвестно от кого от шерсти им да именно так ну что у нас хороший разговор получился николай ну спаси господи и христос воскресе воистину воскресе примерно через неделю или через полторы недели будет этот ролик стоять потому что не я закачиваю у меня слабая аппаратура и поэтому иногда в других городах у нас целый коллектив 12 человек работает это очень непростое дело но составляю ролики в основном это мои ролики одновременно снимает потеряевки мы берем для то что полезно а это и гнать их начать это не для того чтобы там засветиться это чтобы меня там где-то ролики выстрелить я это для того чтобы вот народ маленько бы вот это услышал в ваше рассуждение о мощах вот я для чего эту тему поднял о ваших и маленько бы подумал глядишь эту очередь и убавиться конечно но и меньше расскажу что я мощи почитаю потому что прошу захоронить я же не издеваюсь над ними но где мощи есть у тебя приехал в храм вот только ездили мы а там мощью я тут же подошел и поклонился как я не буду гоняться зачем это нужно я тоже я тоже крак раки тебя подхожу подхожу значит и к маленьким и хотим их ковчежцам потому что там частичка святого лежит да но такого фанатизма такого какой-то именно вот вместо живой проповедь они значит привезут там косточку значит святого но вот это замена их не ленью вот это просто лень лень и издавать эти нормальные книги сейчас скорее всего но это и еще второй вопрос это конечно прикинуть чтобы нашим получили считать вот кто гоняется за чудесами и за мощами помолиться теми кто будут стоять виде как они же доставили значит он должны будут стоять видимо это кто-то из священства из этих и ну и в ковчика священства я не я не принимаю я не принимаю таинство священства у католиков ни в коем разе но вот интересно еще вот посчитание мощей приносит доход люди тоже едут и вот бизнес один сделал такую услугу епископу в германии и он говорит как я тебя благодарен ты мне мощи дай а у него захудало и такое было имение там где-то и у него в течение там я не знаю сколько лет 15 прошло он поднял все все абсолютно поднял потому что отовсюду с окрестностей а тут теперь иконки там все стали делать я даже другое слышал насколько верно защите защита города сознала что нами устоять против атаки с наружей стороны но один попросил он званием был пониже там младший офицер допустим ну лейтенант и говорит я знаю как как расставить войска надо когда вылазку сделать и можно врага отогнать ну и совет города прошел и сказали дайте ему а сколько нужно это неделю и он теперь только приказа моего слушать что полковники выполняли что я хоть я и лейтенант но и он стал и правда город спасся и когда закончилось все они опять совет собрали и и стали думать как увековечить его имя то города не было бы его разрушили до основания как кенисберг или варшаву но один советует так вот давайте ему дадим звание губернатора генералом его сделать это можно было сделать то ну говорит ну умер и дальше ты кто генералов много надо сделать так чтобы помнили потомки помнили он такое дело сделал еще сделать то один говорит канонизировать его надо и вот всем но канонизировать его не за что поэтому надо сейчас арестовать казнить его а тебя и будем как мученика будут чтить мученика из него сделать невинно клевет он был это другое а он будет говорить и это заслуга ему пойдет дело так и сделали говорит награды его дело в том что везде в евангелии господь говорил одно вера твоя спасла тебя до эра твоя и где-то когда он приходил значит свой город где он вырос и все он не смог сделать сам господь бог христос не смог сделать ни одного чуда потому что мне было веры потому что не знали чей это сын чей его разословную и он не смог сделать это меня тоже тут удивляет момент из этой и из вот а не значит мощам ну ладно кто-то поверь и получит а кто-то эту единицу будут очень мелкие единицы на что получит то вопроса что верой 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 не добавить человека не изменит наоборот он живого бога то не знает а между богом ставит мертвеца а вера вера то для чего нужна вера то нужно для того чтобы опять же ходить на святом николай 22 условия 2 это нужно родиться свыше и быть вадимом духом божьим почему кримлян 89 и говорит павел кто духа христова не имеет тот не его можно причащается может быть патриархом духа святого а дух святой там обитает где полное доверие ему и они на меня еще обижается священники то еще я говорю вы бесталантная но приставь как это бесталантная да как это так я говорю вот почему талант от бога от бога вы согласны ну да согласна а павел горит деду господин там свобода андрей кураев говорит тут игнатьев все равно что там епископ а мне горите все равно что обо мне скажут он то говорит это андрей ты кураев то так вот я вот смотрите я показываю вам мою руку вот эта гордость вот это самомнение у него вот здесь он боязнь боится и он стоит вот так вот их надо то убрать все это да дух божий носится над водой творит мир считаем иду боже а когда у тебя все вот так вот стоит учет и дух святой за вихренью пойдет как образно сказать ветер дух дышит где хочет аду говорится это ветре говорится и поэтому вы бесталантная что вы трусливые трусоси корысть вы не умеете жить в бедности красиво и интересно но зашоренными легче управлять в общем смысл зашоренными а если кто-то человек начинает смотреть в сторону это значит а тут уже рассмотрели гавану гаванскую встречу с патриархом с папой римским рассмотрели а вот тут значит это тоже не сильно понравится в начале там действительно не было когда говорят о патриархе что в гаване встречался то и там есть такой ролик ткачев андрей такой выступает священник и игнатий лапкин да 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 и мои мои слова там соединили с ними я говорю скажите еще вот так вдруг и заволновались то да все уже католично с ног до головы посмотрите сколько бритых священников первую очередь посмотрите как вы крестите ладошкой крапите это все католическое у православных никогда не было что без полного погружения считалось крещением не было этого я материал о крещении выставил 136 свидетельств это места библии каноны говорят каноны толковать не надо толкует это кто арестин вальсамон зонара вот три толкователя который церковь признает они необходимые но и сейчас там милоша берут это действительно хорошо он толкует и нигде не сказано ни в одном месте чтобы могли не самовластвовать канон есть а он свое делать а что епископ сказал я говорю вы знаете сколько епископа было на соборах полторы тысячи во всех соборах а ты один стал и кто ты такой твоя жизнь какая а читай второе правило шестого вселенского собора сии правила из рекли трубы духа святого написано ты должен прямо сказать если ты не православный почему раньше 30 лет сайте во священники шестой вселенский собор 14 правило 15 говорит извергнуть его надо а у нас патриарх кирилл который сейчас он даже в епископы раньше 30 лет рукоположен а то вообще редчайший случай куда торопитесь до кого-то никого нету потому и нету вы захватили малолетками то и больше и а других где они будут которые по канонам это нельзя этого делать они каноны я посчитал говорю на 413 коло этих 719 канонов 413 каждый день нарушается 57 процентов я над канонами три года работал но господи господи вас спаси христос дай бог чтобы люди одумали так если у вас будет желание воскресенье впереди побывать у нас то это я вас знаю давно уже и ну и разрешить можем далекая тихо далекая как это далекая вы знаете где мы ездили вы знаете ли мы ездили проехали с миссии нашей владивосток были находка но но потом мы проехали через турцию знаете до лиссабона пришли прибалтику и скандинавию прошли север захватили и везде я дарил свои 38 книг у меня вот это у меня настольная книга ваша это вот это а вот одна книга она самый большой спрос имеет да она вода 1 в твердом переплете я рекомендую сейчас есть вы не обидитесь вот тут вот я маленько вот это вы вырвал выброси это знаете что там как раз был этот иеромонах вас нафанаев до который который потом все таки ушел час он женился говорят дети у него а там вот значит и это самое были и заявление то есть а мне просто он как сказать я фильм давно тоже схватывался в некоторых вопросах и я я предполагал что он рано или позвонит я упадет из секции дальше дальше а сейчас я не знаю где-то в казахстане говорят какой-то пожарной команде так все отошел но смотри господи благодарю спаси христос во славу боже все отмечайте а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok